Ты знаешь, Вань, школьные годы, конечно, чудесные, но не будем лукавить, и довольно напряженные, особенно для родителей, и дело не только в успеваемости любимого чада. Дети, хоть и в качестве пассажиров или пешеходов, но становятся участниками дорожного движения, а это, к сожалению, определенный риск. Да, уменьшить, который попробовали наши коллеги, а социально полезные акции на Дорожном радио расскажет Полина Шевченко. Первое сентября, безусловно, праздник для взрослых и детей. Впрочем, некоторые происшествия его все-таки омрачают, а именно дорожно-транспортные. Согласно статистике, в прошлом году в различного рода авариях в День знаний пострадали 74 ребенка. Обратить внимание хабаровчан на эту проблему решила Дорожное радио. Сотрудники радиостанции вместе с автоинспекцией Хабаровска провели творческий конкурс «Вежливый водитель». Мы предлагали нашим радиослушателям и нашим друзьям страницы в «Одноклассниках» написать четверостишье, эдакое обращение к водителям о том, что скоро 1 сентября, дети выходят на дорогу, поэтому нужно быть внимательными и, естественно, вдвойне соблюдать правила дорожного движения. В акции приняло участие около 40 человек. Лучших из лучших Дорожное радио отметила памятными подарками. Одна с вами небольшой сувенир на память. Детки наши все. Главное, чтобы они были внимательны, аккуратны. Ну и хочется, так как сама сижу за рулем, муж у меня водит и часто вижу, какие бывают ситуации, поэтому хочется, чтобы водители были аккуратнее и к деткам особенно относились трепетом, потому что они маленькие, невнимательные. Чтобы привлечь общее внимание, чтобы все люди ходили по правилам. Каждый радиослушатель теперь может познакомиться с народным творчеством в эфире Дорожного радио. Лучшие произведения озвучили юные хабаровчане. У обочины детишки засмотрелись они в книжке. Ты скорее притормози, пропусти, потом лети. Основная цель задачи это довести до граждан, включая детей, что существуют правила дорожного движения, их нужно выполнять. Хотелось бы поблагодарить Дорожное радио, что именно проводят такие конкурсы. Будьте внимательны на дорогах, слушайте 104 и 3FM. Новые конкурсы и акции не за горами. Полина Шевченко, Денис Лесняков для программы «Настоящее время». Денис Лесняков для программы «Настоящее время».